Добро пожаловать на просмотр видео на ваших экранах МТА провинция, с вами я Данич и сегодня я буду в роли водителя московского электробуса, как видите я уже приехал в АТП Москвы, и так сейчас я пойду непосредственно устраиваться на работу водителем электробуса, и так все я устроился, кстати на дворе так немного январь, идет снег, а я тут футболочки и в кепочке иду такой на стиле, ну зато да на стиле. Что ж, сейчас наша задача прийти вот в этот ангар, там стоят все автобусы, в том числе и наши электробусы, а вот и наши электробусы, что ж выбираем шестой маршрут, так как он самый прибыльный, да я люблю денежки, а кто их не любит, еще плюсом он лежит через Московский сити, и пожалуй начнем путь, я бы сказал если мы ехали на обычном автобусе, но посмотрите у нас 10 единиц так скажем заряда, этого понятно на весь рейс не хватит, нам нужно зарядить автобус, вы спросите, а как же это сделать, ну те кто играли уже в МТА провинцию, работали на электробусе, а также живут в Москве, я думаю знают, они заряжаются от таких вот подстанций, первого раза еще ни разу не попадал, нужно вот прям встать идеально, точно так же как и на вот этом триггере, нажимаем, да что к тебе, нажимаем, во, нажимаем цифру 1, и у нас появляется вот такая вот штучка, и открываются двери, я честно не знаю как это правильно называться, я прошу поправить меня в комментариях, я буду знать и называть вещи своими именами так скажем, что ж пока заряжается автобус, хочу вам сказать, что я купил новую машину, обзор выйдет дай бог в выходные, вот скриншот новой машины, но он завуали, завуали, завуалирован, короче цензура тут, угадайте, что здесь за машина, две подсказки, как видите, она красная, а вторая подсказка это иномарка, все, заканчиваем зарядку, тут как бы 100 единиц заряда влазит, так скажем, но мне вполне достаточно вот стольки, даже я думаю 40 бы нам хватило на весь рейс, что ж, выезжаем сейчас, нам нужно ехать до первой станции, получается, от первого лица, ребят, я бы прокатился, но видите, здесь текстура снега, обзор немного перегораживает. Кстати, посмотрите, вот это здание RGD. Я когда-то туда хотел устроиться, ну как во фракцию, но я к сожалению не прошел тест, так как на тот момент я играл на провинции не так давно и поэтому ни одного РП термина практически не знал, ну поэтому не повезло. Единственное вот что меня немного удивляет, здесь очень частые остановки, вот смотрите мы сейчас остановились в начале здания монорельса, а сейчас мы остановимся в конце здания монорельса, прикольно да? Вот и мы приехали к этому магазину Leura Merlin, но тут идет и сеть других магазинов. Типа Ашан, Град, вот это все такое. Тут кстати сейчас еще будет безумнее касаемо остановки, смотрите мы вот тут останавливаемся, да? Вот вдалеке знак остановки не зря стоит, мы сейчас закрываем дверь, я даже не буду выключать поворотник и тут сразу же следующая остановка. Не совсем понятно зачем такое сделано разделение, но все скорее это как-то связано с движком игры, со скриптами как-то может. Вот тут Бургер Кинг, KFC, HM Dem, кстати в Кире я тоже недавно открылся. Вот кстати смотрите ребят монорельс, он немножко пинганул, правда. Что ж, ну и мы уже получается развернулись и будем ехать сейчас в обратную сторону. Кстати вот в этом автосалоне я покупал машину. Это еще одна подсказка для тех кто играет в провинцию и знают какие в этом автосалоне машины, так мягко говоря не совсем дешевенькие. Ну там в начале есть где-то дешевенькие, но в основном здесь все-таки машины продаются премиум классы и в этом автосалоне продается самая дорогая машина сервера. Это Бугатти Чирон, она там почти 100 лямов стоит. Это Бугатти Чирон, она там почти 100 лямов стоит. Что ж, заработали мы кстати 20 150 рублей. Неплохо, да? Рейс длился 15 минут и заработали так прилично денег. Кто ж, ну а на этом получается все. Видосик подошел уже к концу. На какой работе еще поработать пишите обязательно в комментах, я все учту. Многие просили просто чтоб я еще на электробусе поработал. Ребята, без проблем, пожалуйста. Вот электробус на ваших экранах. На этом все. Всем большое спасибо за просмотры. Встретимся в следующем видео или на стриме. Субтитры сделал DimaTorzok